В гостях Юлия Лежнина, тренер школы креатива по декоративно-прикладному искусству. Будем делать открытки из чего? Из кофе. Можно, кажется, не только пить, но и делать нечто оригинальное, особое. Здравствуйте, доброе утро. Рассказывайте, как это все будет у нас происходить. Вот так вот выглядит готовый вариант уже, я так понимаю. Открытки. Открытку можно использовать, положить в подарок, можно положить в цветы, скажем так, при поздравлении, можно просто подарить как индивидуальный подарок. Давайте попробуем сделать, да? Давайте попробуем сделать. Для того, чтобы сделать такую открытку, нам потребуется два листа картонных средней плотности. Ну, особый какой-то такой, да, я смотрю, картон такой. Да, немножко лощеный. Декоративно как раз. И калька. Ну, вот я использовала кальку, но можно, в принципе, другого цвета взять тоже картон. Мы вырезаем вот такой прямоугольник размером 30 на 15. Затем его сгибаем. Ну, вот у нас уже согнуто. Я как будто уже сделал. Это для того, чтобы получилась открытка. Так, получается. В принципе, формат же это как бы любой. Формат может быть любой, да, потому что вот и маленькие открыточки есть различные, да. Вот. Далее, что нам потребуется, это необходимо вырезать заготовки, которые мы будем наклеивать. Это может быть сердечко, может быть, там, я не знаю, лист, все что угодно, да. Вот такие. Ну, это, я так думаю, где-то можно, наверное, в интернете, ну, или самому рисовать. Да, кто умеет сам рисовать, нарисует сам, кто сможет распечатать. Далее мы вырезаем из кальки, получается, вот такие сердца. Они вот уже вырезаны. Заготовка у нас есть. И теперь мы с вами начинаем все это клеить. Для этого вот клей-карандаш понадобится. Расположить сердце можно, как вам нравится, можно так, так, как угодно. Ну, то есть, так. Мажем. А мы с ним клеем, ну, вот, на кальку, получается. На кальку. Располагаем наши сердца, кому как нравится, и кто нравится, кому нравится. И приклеиваем. Давно я уже не занимался. Да, творчеством. Да. Ну, в последний раз, наверное, вот в школе и занимался, пожалуй, как-то вот в жизни. Валентинки делал? В мое время не было такого праздника еще, да, широко распространенного. Да, не совсем, ну, пока не в детстве. Не совсем русский, ну, либо праздник. Ну, хороший, тем не менее, да. Для молодежи актуально. Так, наклеили, что дальше? Наклеили. Дальше мы приклеиваем вот такие названия. Их можно тоже распечатать с интернета, либо самому красиво написать, кто умеет. Наносим клей. Поздравляем. В кого-то поздравляю, в кого-то с любовью. Так, наклеили. Тоже в произвольном порядке, как вам нравится, да? У меня немножко сердце отклеилось. Так. И далее есть, нам необходимо расположить бантик, да, для красоты. Что мы делаем? Делаем отверстие. Ну, я использую для этого вот такое. Бантик обычно идет в конце, а у нас он как бы в середине. Да, у нас в середине. Так. Видите, говорите, что вы давно не делали, все помните. Нет, ну, бантик, он полагается бантику быть в самом-самом конце, согласно всем этим украшательствам. Ну, я так понимаю, декор все равно может быть абсолютно любой? Абсолютно, да. То есть, можно выбрать разную цветовую гамму, можно использовать бусины, можно использовать стразы, как сейчас это модно, да? Различные. Так, а что потом это нужно вот как-то расценить? Да, нужно разъединить. Ракаллы, да, нужно? Ракаллы. Так. Два вот этих. На немаленьких? Да, нет, хорошо. Вот ты бантик размещаешь как-то так. Я вот посередине. А я нет. Ну, ладно, делаю как бы творческое. Так. Ну, и то, что нам осталось делать, это нанести, приклеить кофе, клеить его будем мы как. То есть, почему мы сразу бантик приклеили, чтобы вот лишнее как бы кофе не наносить. А, ну, подождите, и здесь мы тоже разгибаем, да, получается? Да, Марин. Так, у нас какой-то другой клей пошел, да? Клей-момент я использую. Можно использовать горячий клей. Ну, клей-пистолет получается, да? Клей-пистолет, да. И аккуратно по краю вот так вот наносим. Пока не полностью, а до середины, да? Да, ну, ладно. Держите. Угу. Ну, я почти. Почти. Ну, теперь выбираем зерна и аккуратно их располагаем. Угу. Ух ты. Так, тут уже такой требует сосредоточенности. Да, немножко развивает моторику. Ну. Ну, в общем... Ой, я, наверное, не той стороны. Помочь вам, да. Мне кажется, не важно же, да, или как? Не важно. Тут, видишь, вот это я начал клеить гладкой вверх. Ничего страшного. Структура теряется кофе. Не видно тогда, что это такое. Помочь. А нормально? Нормально, справимся. Ну, вот. Ну, наверное, таким образом. Не справиться, может. Так. В принципе, можно, наверное, и молотым посыпать кофе для красоты. Ну, кто-то. Кто-то с молотым, да, работает. Вообще, с кофе можно делать не только открытки, ну, там, украшать открытки. Можно делать деревья, видели, может быть, кофейные. Можно картины различные выкладывать. Кто-то вообще фреску делает. Ну, и запах, конечно же, просто потрясающий. Будет в помещении от этой открытки, например, там, или от дерева. Главное удержаться и не сварить, не смолотить это кофе. Мне кажется, вместе с открыткой. Вместе с открыткой, да. Саша, в нашем музее утреннего кофе обязательно должны быть и деревья, и открытки, и картины. Да, вот так. Вот сейчас, да. Ну, главное, чтобы это были профессионально сделанные открытки, у нас, я думаю, конечно, с первого раза не очень сильно получится. Но тут же творчество. Творчество. Художник так и видит. Да. Мы так и видят. Кажется, надо подклеивать мне маленько. Да, если высыхает, то да. Так, ну, вот пока мы это делаем, расскажите, я так знаю, что в скором времени можно будет этому и не только этому мастерству научиться кое-где. Да, да. 12 февраля, интересно мероприятие у вас. 12 февраля будет организовано мероприятие, которое будет проходить в ТРЦ Комсомол на третьем этаже. Будет организовано большое количество бесплатных площадок, на которых будут проводиться вот аналогичные мастер-классы. Посетить может любой желающий это мероприятие. Ну и, поверьте, каждый уйдет с какой-то готовой картиной, то есть с подарком. И плюс ко всему будет проходить хендмейд-ярмарка. То есть аналогичные, уже изготовленные своими руками вещи можно будет приобрести. Ага, подарок. Отличная вещь, потому что вот в эпоху развитого, не знаю, потребления и, соответственно, производства тоже всяких различных вот сувениров, Китай у нас тут завалил нас всякими сувенирами, как-то оно так обесценивается, потому что, ну, может любой купить, и потом что с этой штукой делать? А вот подарок сделан своими руками, и это всегда хорошо, и как-то мы так подразучились, конечно, делать. С любовью, с душой, да. С любовью, с душой. Это самое главное. У меня тоже завершающий уже этап. Я вот вообще по-другому. Абсолютно. Не так, как вы сделала, например, ты, Саша. А мне, как сказали, так и делаю. Я абсолютно сделала. По-другому. Ну, отлично, разные открытки будут. Спасибо большое. У нас в гостях была Юлия Лежнина, тренер школы креатива по декоративным прикладам искусства. Создавали открытки из кофе. Продолжение следует... Продолжение следует...